Представьте себе, что есть начало координат. Точка с координатами 0,0. Есть точка с координатами АВ. Мы рисуем вот такой вот квадрат. Кроме этого, мы рисуем вот такой квадрат. Кроме этого, мы рисуем вот такой квадрат. Это все понятно? Возникают точки А, В, С, Д, Е, Ф. Задача. Выписать координаты этих точек. Разумеется, через альпорт. На плоскости есть система координат. И некоторая точка... Ну, я криво нарисовал, но имеется в виду, что это квадрат. О, данная точка АВ, это квадрат. Так вот. Давайте я обозначу начало, чтобы было легче вам говорить. Начало координатами будет точка О, а вот эта точка пусть будет М. То есть задача через координаты А и В точки М требуется найти координаты всех вот этих вот шести точек А, В, С, Д, Е, Ф. Ну, Алексей Васильевич, можно обозначить Виктором А, О, М и Д, Е, Ф. Можно? Пусть они это сделают, Коль. Прекрасно понимают, что ты знаешь решение этой задачи. Все можно. Когда знаешь, все можно, все легко. Но перед этим это надо узнать. Так, условия всем понятны? Работаем. Б переходит сюда, насыкнился. Все, отлично. Шестую часть работы мы сделаем. Еще точка С. Да. Она на самом деле с симметричной точки Б. А минус В. Значит, с координатами у нее как? Точка С. Неверно. Видите, какая полезная задача оказалась в Симметре? Да. Как сделать центральную симметрию? Точки Б и С симметричны относительно начала координат. Б минус В. Давайте исправляемся. Абсолютно верно. Точки С координаты Б минус В. Стоп, стоп, стоп. Почему? Вы представляете, что здесь есть Б. Вот здесь есть Б. Он туда. А здесь. Здесь. Была плюс. А здесь. При центральной симметрии у нас меняются значки. Человек. Хорошо. Хорошо. Уже две точки сделали. Мне же точка. Давайте. Ну а зачем скобу составить? Скобу я вам поставил? У меня выражение. Ответ правильный. Объяснить. Итак, у нас 10 игрушек, куда-то треугольник. Так, все увидели? Слушай, ребята, наша школьная привычка потрясающая. Вот вам дали игрушку поиграть, и вы все равно там где-то пытаетесь под коленками это спрятать. Вы не можете чувствовать себя, что называется, свободным человеком, да? Вам кажется, что все равно надо прятаться. Это же ужасно. Это же ужасно. То есть вы, казалось бы, делаете абсолютно разрешенную вещь, и все равно умудряетесь это делать как-то подпольным. Зачем? Так, у нас это отрезок А. Да. И мы из него начинаем отрезок Б. Все поняли? Все, все, молодец, это правильно. То есть у точки А координаты А-Б, А-Б. Да. Ну, здесь, соответственно, там же. Здесь это где-то. Нет, все, про точку А я уже все понял. Еще остались три точки. ДЕ. Ф. То есть, соответственно. Да, давайте. Какие координаты у точки Д? Точка Д и точка А симметричны относительно точки М? Точка Д и точки А симметричны, да. Ух ты! А вот это вот интересно. Смотрите. Здесь у вас понятно. Я сейчас у нас здесь. Вот здесь понятно, что так. А вот это, вот это вот так или вертикально? Это вертикально. Это вертикально. Это вертикально. Почему не рисовать на полный? Да и че. Так. Что же такое точка Д? Какие у нее координаты? Да. Итак, точка Д. Да. Какая высота? Здесь А и В. Нет, нет. Спасибо. Господа, давайте я сделаю одно замечание, после чего вам станет легче. Смотрите. Как можно попасть из начала координат в точку А? Можно пройти до точки М и потом пройти сюда. Согласны? Да. Отлично. Но смотрите. Идти куда? Это то же самое, что идти вот сюда. Согласны? Замечательно. Как это написать форму? Очень просто. Путь из О в А можно составить как путь из О в М, а потом из М в А. Пишу. ОА. Это ОМ плюс МА. Так, ребята, поскольку к этому не надо привыкнуть, будете добры сейчас ставить тетрадь. Это важно. Называется сложение электронов. Вот у вас есть вектор из точки О в точку А. Он получается суммой таких. При этом, что такое вектор ОМ? Ну я пока временно так напишу ОМ по-прежнему. А вот что такое МА? Это то же самое, что ОВМ. Потому что они параллельны и не равны. Так, теперь ОМ я уже могу записать по условию задачи. Сдвинуться из точки О в точку М. Это значит сдвинуться от расстояния А по горизонтали и подняться вверх на Б. Пишу. А точку А в точке Б. Что такое здесь? А это надо посмотреть на каждой точке Б. Вот они. Минус БА. Так и пишу. Минус БА. Ну и теперь, если вы в одном случае сдвигаетесь по горизонтали на А, а потом возвращаетесь на Б, это то же самое, что написать А минус Б. Пожалуйста, сравните с ответом, который у нас здесь был. А минус БА плюс Б. Совпало? Совпало. Так, догадайтесь. Для точки Д как мы запишем вектор? Вектор ОД. Это что такое? ОМ, правильно? Плюс ОД. Это ОМ плюс МД. Что такое ОМ? Это вектор с координатами АВ. А что такое вектор МД? Это вектор ОС. ОС мы уже писали. Это В абсцисса Е минус А. Это два координат. Ну, соответственно, получается ответ. А плюс В, В плюс А. Это тот самый ответ. Отлично. Осталось точки Е и Ф. Написать? Какие координаты у точек Е и Ф? Это вершины квадрата? Это вершины квадрата. А, нет. Вот это есть бунктирный квадрат. Это интересный вопрос. Ребята, нам задают вопрос. Точка Е, она случайно не будет центром квадрата ОМАВ? Будет. Диагональный в квадрате это бисектрисовый угол. Все поняли? Если вы дорисуете, а между прочим, это и есть решение задачи. Молодец. Если вы в этом квадрате дорисуете, то что будет? Диагональный любой квадрат делится на 4 равнобедренных прямоугольных треугольников. Согласны? Значит, чем является точка Е для квадрата ОМАВ? Центром. Центром. Чем является точка Ф для квадрата ОМДЦ? Центром. Способны ли вы написать координаты центра квадрата, если вы знаете, координаты будут живы? Ну, взять координаты точки А и изменить в два раза. Сделать в два раза меньше. Из-за того, как и все. Взять координаты точки А. Вот они, координаты точки А. И что сделать? Проделить надо. Точка Е в два раза ближе, чем точка А. Значит, какой ответ точки Е? Господа, какой ответ? А минус Б делённая на два. А минус Б делённая на два и? А минус Б делённая на два. Совершенно верно. А минус Б делённая на два. А у точки Ф надо будет делить пополачку? Мда. Видите, или нет? То о б boilingолине. Координаты точки �'. какие когнаты точки D? B минус A A минус B A минус B отлично у точки D а правда точка D у нее это должно быть положительным числом а это положительное B минус A нет, спасибо, что спасибо, что вы это исправили так, давайте пишите B минус A так слушайте, а где мы здесь ошиблись? а нет а вот здесь-то мы не ошиблись B минус A ребята а вот это можно сказать ребята настоящая геометрия это формулы обычно умнее нас смотрите мы что называется пытались на картинке разобраться и написали неправильный ответ а когда мы писали векторы то ответ получился какой? правильный да, ну здесь есть правильный ребята это стандартная вещь на самом деле надо привыкать к тому что формулы это тоже диаметрия я не опять это я не знаю это